Тель-Авив признали самым дорогим в мире городом для жизни, сообщает BBC. Исследование проводил Economist Intelligence Unit, аналитический отдел Economist Group. В прошлом году Тель-Авив занимал пятую строчку рейтинга. Вполне предсказуемо в первой десятке оказались Цюрих и Гонконг, которые в прошлом году делили первое место с Парижем, а теперь переместились на четвертую и пятую строчки. За ними следуют Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. Город Алматы вошел в пятерку самых дешевых городов мира вместе с Дамаском, Триполи, Ташкентом и Тунисом. В общей сложности авторы исследования сравнили цены на товары и услуги в долларах США в 173 крупных городах. Они пришли к выводу. В среднем цены в местной валюте в исследуемых городах выросли на 3,5%. Это самый высокий уровень инфляции, отмеченный за последние пять лет. Самый значительный рост пришелся на сферу транспорта. Цены на бензин в среднем подскочили на 21%, говорится в статье. BBC продолжает. Взлет Тель-Авива во многом объясняется укреплением израильской валюты, шекеля, по отношению к доллару. Сказался также значительный рост цен на товары, около 10%. В первую очередь подорожали продукты питания. Тель-Авив занял второе место по дороговизне алкоголя и транспорта. Пятое по предметам личной гигиены и шестое по стоимости развлечений. И это при том, что в расчеты экономист не входил рост стоимости жилья. Авторы рейтинга отмечают, что пандемия коронавируса продолжает вносить в список существенные коррективы. Хотя по мере вакцинации большинство экономик мира начинают приходить в себя, в крупных городах по-прежнему происходят вспышки заражения, что заставляет принимать ограничительные меры. Во многих городах это ведет к перебоям в снабжении и как результат к дефициту и росту цен, добавляет телеканал. Оправданы ли ограничения для непривитых европейцев? Об этом журналистка Лорен Чедвик побеседовала с австрийским экспертом. Материал вышел на телеканале Евроньюз. Все больше стран, вводя ограничения, нацеливаются на невакцинированных. Франция и Италия разрешают доступ в общественные места тем, кто прошел вакцинацию, переболел или сдал отрицательный тест. Но в Германии в бары рестораны и другие места уже не допускаются те, у кого ПЦР показал отрицательный результат. В нескольких европейских странах прошли многотысячные протесты антиваксеров. Но Саймон Риппон, доцент философии в Центральноевропейском университете в Австрии, объясняет, есть много случаев, когда правительство вынуждено ограничивать свободу людей. Вы не можете водить машину без прав или ездить пьяным за рулем, даже если думаете, что небольшая доза алкоголя не причинит вреда. Вы не можете курить на рабочем месте. Вы не можете носить с собой оружие во многих местах в мире, даже если вы чувствуете себя в большей безопасности с ним, говорит Риппон и завершает мысль. Правительству часто приходится ограничивать свободы, чтобы защитить общество от риска. И специалист думает, что ограничения для непривитых и ковид-паспорта во многом похожи на описанные правила. Комета Леонард, метеоритный дождь, рождественская звезда и другие редкие явления, которые можно застать в ночном небе в декабре, называет издание лайфхакер. Комета Леонард, которая станет самой яркой в этом году, 12 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние. Ее можно будет наблюдать с Земли невооруженным глазом или через бинокль. В ночь на 14 декабря можно будет увидеть пик метеорного потока Геминиды. Условия для наблюдения будут идеальными из-за новолуния. Примерно в 2 часа ночи может быть видно до 120 метеоров в минуту. 18 декабря — идеальное время, чтобы посмотреть на кратер Коперник. Его можно увидеть в течение всего года, глядя на Луну в бинокль или телескоп. Но если сделать это перед полнолунием, 18 декабря, вы получите о нем более глубокое представление. Издание продолжает. 19 декабря всходит полная Луна. 21 декабря в северном полушарии — самый короткий день в году, а значит ночь длиннее и больше времени для наблюдений. 22 декабря можно застать в ночном небе метеорный поток Урсиды. Этот небольшой метеорный поток вызван обломками кометы и будет виден между 13 и 24 декабря, но пик его ожидается 22 числа. После полуночи вы сможете видеть в небе от 5 до 10 метеоров в час. Они могут исходить откуда угодно, но, вероятно, будет казаться, что они исходят со стороны Малой Медведицы. А 25 декабря в небе есть шанс застать рождественскую звезду Сириус. Она представляет собой мерцающий бело-голубой огненный шар, расположенный всего в 8,5 световых годах от Земли. Вероятно, это не Вифлеемская звезда, за которой трое волхвов последовали в Вифлеем, но это все же особенная небесное явление, которое можно наблюдать в предновогодние дни.